На сегодняшнем занятии рассматриваем центральный дебют. Белые. Е2, Е4. Черные. Е7, Е5. Второй ход белых. Пешка Д2 идет на поле Д4. Черная пешка Е5 бьет пешку Д4. Третий ход. Белый ферзь Д1 бьет пешку на Д4. Такое начало едва ли стоит рекомендовать для борьбы за дебютный перевес. Белый ферзь становится мишенью для легких фигур соперника, и черные без труда завершают развитие. Если белые на третьем ходу играют не ферзь бьет пешку Д4, а делают ход слоном Ф1 на С4, то на доске возникает центральный гамбит. А если белые играют третьим ходом, пешка С2 идет на поле С3, а черные пешкой Д4 бьют белую пешку С3, и слон Ф1 идет на С4, черная пешка С3 бьет белую пешку Б2, возникает северный гамбит, который будет рассмотрен позже на этом уроке. Итак, третий ход белых. Ферзь Д1 бьет пешку на Д4. Мы рассматриваем центральный дебют. Третий ход черных. Конь с поля В8 идет на поле С6, нападая на злополучного ферзя на поле В4. Ферзь уходит на поле Д3. Черный конь Ж8 идет на поле Ф6. Белый конь Б1 на поле С3. Черный слон Ф8 на поле В4, связывая коня. Слон с поля С1 на Д2. Черные сделали короткую рокировку. Белые, в свою очередь, отвечают длинной рокировкой. Черная ладья Е8 идет на поле Ф8. У черных прекрасная позиция. В их планах провести пешку Д7 на поле Д5, подчеркивая рентген ладьи Е на злополучного ферзя, сделавшего в дебюте слишком много ходов. Вернемся к третьему ходу белых. Если после Е4, Е5, Д4, ЕД белые отвечают не Ферзь Д1 бьет пешку Д4, а слон Ф1 идет на поле С4, то возникает центральный гамбит. При правильной игре этот ход также не приносит черным особых хлопот. Черный слон Ф8 идет на поле В4 и объявляет шаг белому королю. Пешка С2 идет на поле С3, защищая короля. Пешка Д4 бьет пешку на С3. Пешка В2 бьет пешку на С3. Черный Ферзь с поля Д8 идет на поле Ф6. Белый конь Ж1 делает ход на поле Е2, защищая пешку С3, на которую напал Ферзь. Слон с поля В4 уходит на поле С5. Белые делают короткую рокировку, так как висит пешка на Ф2. Черная пешка Д7 идет на поле Д6. Конь с поля Е2 идет на поле Ф4. Черный конь Ж8 идет на поле Е7, не давая возможности коню Ф4 пойти на поле Д5. Можно сделать вывод. Белые не получили компенсацию за пожертвованную пешку. Теперь рассмотрим другую разновидность центрального дебюта. Северный гамбит. Е2 пошла на Е4, Е7 на Е5. Белая пешка Д2 на Д4. Пешка Е5 бьет пешку Д4. И третий ход белых. Пешка С2 идет на поле С3. Пешка Д4 бьет пешку на С3. Слон Ф1 идет на поле С4. Пешка С3 бьет пешку на поле В2. Слон С1 бьет пешку на В2. Белые сразу отдали две пешки. Зато их слоны грозно посматривают на королевский фланг противника. Впрочем, грамотной защитой черный в состоянии нейтрализовать угрозу. А именно, черные играют. Пешка Д7 пошла на поле Д5. Слон С4 бьет пешку на Д5. Черный конь Ж8 идет на поле Ф6. Слон Д5 бьет пешку на Ф7 и объявляет шаг черному королю. Казалось бы, белые выигрывают ферзя. Король с поля Е8 бьет слона на поле Ф7. Ферзь Д1 бьет ферзя на поле Д8. Но следует ход черный слон Ф8 на Б4 и шаг к белому королю. И ферзь Д8 должен защищаться. Он уходит на поле Е2, где его бьет слон с поля Б4. Шаг. Конь Б1 бьет слона на поле Д2. Пешка С7 идет на С5. Белая пешка Ф2 на Ф4. Конь Б8 на поле С6. На доске динамичная эншпильная позиция. Положение черных по меньшей мере не хуже. Да и пешки на ферзевом фланге имеют больше перспектив, чем пешки белых на королевском фланге. В качестве примера центрального дебюта приведем партию между Шировым и Карповым, сыгранную в 1995 году. Белые, Широв, Е2, Е4. Карпов, черные, Е7 на Е5. Д2, Д4. Пешка Е5 бьет пешку Д4. Ферзь Д1 бьет пешку Д4. Черный конь Б8 на С6. Ферзь Д4 уходит на поле Е3. Конь с поля Ж8 идет на поле Ф6. Конь Б1 на С3. Слон Ф8 черных на поле Б4, связывая коня. Слон с поля С1 идет на поле Д2. Черные делают короткую рокировку. Белые длинную рокировку. Черные ладья Ф8 на поле Е8. Ферзь с поля Е3 идет на поле Ж3. Черные играют. Пешка Б7 идет на поле Б6. Белая пешка Ф2 на поле Ф3. Конь С6 идет на Е5. Белая пешка Х2 на Х4. Король с поля Ж8 идет на поле Х8. Белые играют. Конь Ж1 идет на поле Х3. Черный конь Ф6 идет на поле Х5. Неоднозначный ход. Терзь Ж3 белых идет на поле Х2. Черная пешка С7 на С6. Белые отвечают. Пешка А2 идет на поле А3, нападая на слона. Слон уходит на поле А5. Белый слон Ф1 идет на поле Е2. Это неточность, позволяющая черным добиться преимущества. Слон С8 бьет коня на Ф3. Ферзь Х2 бьет слона на Х3. Черный слон с поля А5 бьет коня на поле С3. Пешка В2 бьет слона на С3. Конь Х5 делает ход на поле Ф6. Пешка С3 идет на поле С4. Не было смысла двигать пешки терзевого фланга, где позиция белых и так скомпрометирована. Черные отвечают. Ферзь с поля Д8 идет на поле Б6. Белая пешка Ф3 идет на поле Ф4, нападая на коня черных. Конь с поля Е5 уходит на поле Д7. Белый слон с поля Е2 идет на Д3. Конь Д7 черных на поле С5. Белая пешка Е4 на Е5. Черный конь С5 на поле А4. Угроза мата на Б2. Слон с поля Д2 идет на поле Б4, не давая возможности поставить мат. Пешка Д6 бьет пешку на Е5. Белая пешка С4 идет на поле С5. Ферзь Б6 идет на поле С7. 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 Продолжение следует...